Здравствуйте! Как обычно, перед наступлением Нового года мы подводим итоги года уходящего. И сегодня мне хотелось бы вспомнить о людях, которые поразили нас своим отношением к любимому делу, умением выращивать отличный урожай. И вот одним из таких дачников был Николай Евдокимов, который соорудил на своем участке приличную теплицу из практически бросового материала. У вас такая достаточно капитальная теплица. Своими руками делали? Да, да, все своими руками и все сам. Ну и судя по рамам, это бэушный материал? Бэушный материал, была разборка, привез, купил и поставил. Сколько лет тепличка стоит? Двенадцать. Двенадцать. То есть, ну, долговечная достаточно. Да, да. У нас же металл сразу покрашенный, собственно говоря, и покрашенный корабельный сурик. Так что он стоять будет очень-очень до толка. Как вы ее используете? Для чего она у вас? Преимущественно она служит для того, чтобы рассаду подгонять под посадку в грунт. Вот. А когда уже все посадили, вот, тогда уже начинаем все, что остается, оставляем в теплице. И, как видите, оно растет прекрасно. Так. Ну, а вот в холодное время, начало сезона, ближе к октябрю, не подогреваете ее? Нет. Хватает своего тепла? Хватает своего тепла, все. Земля же горячая. А самое главное, чтобы земля была горячая. Хочу на следующий год попробовать. Получится, нет. Но тут надо жить в партии месяце. Купил печку, все. Вот, хочу попробовать подогревать грунт. Получится, что нет, не знаю. Как часто меняете грунт? Добавляется. Потому что он здесь, вот, например, сантиметров 20 лежит старых веток, вот такой вот листья там и все прочее. А потом сверху засыпанный грунт. Это все было вот как до самого уровня. Вот сейчас за 12 лет я тут настолько села. Теперь нужно будет вести грунт, завозить, перегной и так далее и тому подобное. Вот так вот. Или второй вариант, просто вырезать кирпичи и снова на уровне грунта. Вот до какого времени обычно работает теплица, вот, не мерзнет растение здесь? Первый ноября закрывает дачи. И до первого ноября все это надо убрать. А потом ворота закрываются, не пускают сюда. Хотя, а вот в прошлом году, например, уже на первый ноября выпал снег сантиметров 20. Очень хороший. А обычно... Ну, то есть, получается, вам теплица сезон хотя бы на месяц продлевает? Да, 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 да. Ну, и очень я и довольный. Ну, все прекрасно. И эти вот баклажаны, если они там где-то в сентябре месяце уже убрал, то это в октябре еще собираешь. Он себя оправдывает. Ну, стены в полкирпича у вас? Стены в полкирпича. Даже не в полкирпича, а не просто... Кирпич полуторный, он же 9 сантиметров в шириной. Он просто стоит на ребро. Ну, это вполне достаточно. Он и прогревается лучше. И с крышей теперь еще. Вот проблема у тех, кто строит теплички. Часто делают временное такое укрытие, пленочное. У вас, я смотрю, поликарбонат. Поликарбонат, он 12 лет уже лежит. У меня проблем с ним нету. Но в этом году постараюсь заменить его, потому что, в общем-то, внешний вид уже страшненький. Вот ту же самую десятку возьму, постелю, и все будет нормально. Он у него все крепится, все эти лайки, все есть. Это поснимал, по новой закрепил, и все. Тут единственное, что нужен. Внук подрос, как раз легковес, который тут больше власть. Я-то уже туда не залезу. Я тебя проломляю, как медведь. А это делается все быстро. Власть достаточно большая. Тут рассады можно не на один участок вырастить. Ну, вот так и получается. Так и получается. Маленькие вот эти вот привезу, рассажу. Вот он капельный полив. Они быстренько-быстренько поднялись. А потом начинается раздавание. Что касается капельного полива, давно вы используете его? Лет восемь. Лет восемь уже? А, то есть опыт уже большой. Да, там все просто. Там единственное, что нужно поставить на входе фильтр. Чтобы он очищал воду, чтобы вода не забивались эти клапаны. Вы заметили какие-то преимущества капельного полива перед другим? Конечно, да что. Это вот будешь в стаканчик брать, делать лунку над каждым растением. И в каждую лунку поливать середину. А вот, например, на ягод, не дай бог, вода попадет в середину лепестка. Он же пропадет, куст. Значит, нужно только снаружи поливать. А так капелька рядом капает, 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 капает. Если по капле считают, по одной капле за 12 часов накапает ведро, ну вот представьте тебе, сколько оно там. Оно же все пропитает. Постепенно. И самое главное, кроны-то у растений сухие, то есть не ожога в солнце. Да, 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 да. Оно постоянно мокрое, прекрасно. Налил. Вот день постояла вода в теплице. Она теплая. И ты снова теплой водой поливаешь. Не вот это, как тебе воду качает холодную. Естественно, все быстро растет. Очень удобно. Опытные дачники знают, сколько сил отнимает садовая земляника. Это одна из самых трудоемких культур. И тем не менее, при правильной организации труда можно выращивать отличный урожай на больших площадях. Вот один из наших героев, Виктор Пронин, выращивает землянику более чем на 10 сотках. Как это ему удается, он рассказал в одной из наших программ. Как удается, в общем-то, малыми трудовыми силами выращивать столь большую площадь земляники. И мало того, не просто выращивать, а получать солидный урожай. Весьма. Давайте начнем по порядку. Какой сорт вы выращиваете? Ну, для товарного производства это Елизавета II. Королева Елизавета II. Вот она, типичная ягода, непонятная форма такой, похожая на корону немножко. Это ремонтантный сорт, который дает несколько урожая. Ну, три волны урожая получается, и каждая волна практически одинаковая по объему. Виктор Серафимович, вот сразу вопрос возникает. Земляника такая культура, которая любит, чтобы ей покланились. С утра и до захода. Вот на такой огромной площади сколько человек обрабатывает ее? Ну, по посадке, уходу я практически работаю один. А вот по сбору, вот в этом году вынужден был привлекать, потому что площадь увеличилась, получается, в два раза, вынужден был привлекать людей для помощи по сбору урожая. Чисто по сбору. Сбор – это не самая неприятная процедура, по-моему, больше удовольствия доставляет. Не знаю, если это измеряется сотнями килограмм, то это уже, как это, неудовольствие. Ну, вот сейчас я смотрю, у вас тут посадки, они выглядят, ну, просто прекрасно. Лист темно-зеленый, ни признаков болезней, ничего такого не заметно. И ягода уже зреет вовсю. И я так полагаю, раз это Елизавета, то плодоносить она будет уже практически до самых морозов. Да, это посадка этого года. Вот я со старой плантации взял кустики весной, в апреле месяце я посадил. Вот, у меня своя методика как бы посадки. С тем, чтобы уменьшить затраты по прополке, я стелю сначала черный материал полосами. Полоса получается 55 мм шириной и в длину по размеру грядки. Все, оно получается у меня как маркер. То есть, с одной стороны у нас закрывает от сорняков, с другой стороны получается вдоль этого посадочного материала высаживаются кустики. Посадочный материал вы не под сами кусты, а вот как дорожки делаете? Как дорожки. И вот вдоль этих дорожек получается высаживаются эти кустики. Все, они посадились. После того, как прижились, я первую волну цветения убираю, вторая волна цветения уже в июле месяце давала урожай. То есть, еще раз уточню, по весне вы высадили рассаду, зацвела, свисти не даете? Первая, она настолько, как плодовитая и пытается выкормить свое потомство, она сама помрет. Вот ее болезнь в том, что если... Ягоду даст. А ягоду даст. Да, она будет помирать, но ягоду даст. Поэтому, если только вот в период плодоношения сделать какой-то сбой по поливу, по подкормке, куст практически погибает. То есть, для того, чтобы кустики набрали силу, и волну цветения... Обязательно надо убирать, да. То есть, по крайней мере, на цветок должно быть более трех листьев, хотя бы 3-5 листьев, более и больше. Вот такой вопрос. Садовая земляника – культура, которая выносит из почвы очень много питательных веществ. Ну, поскольку она и очень урожайная, понятно, что она вытягивает из земли очень много и макро- и микроэлементов. Давайте по порядку. Как вы готовите почву для посадки? Что вы сюда вносите? Вот. При посадке я практически ничего не вношу, потому что вот к навозу я отношусь крайне отрицательно, его нормально никто не готовит. Поэтому из-за опасения переноса болезней всевозможных, которые как животноводческих, так же и грибковых, было такое, что мицелий занесли, вообще гриба показывают, земляника, плантация пропала, а вот там натурально полностью один сплошной мицелий. Я говорю, что делал? Навоз. Ну, вот. Я добавляю только древесную или травяную золу вот при посадке, ну, еще могу добавить суперфосфат, допустим, с тем, чтобы какой-то запас сделать по этим. Остальное я все регулирую только подкормками, потому что у нее проблема, если только я чуть-чуть землю перекормил, она идет в куст, и потом ты ее заставить плантносить просто-напросто не сможешь. Жировать будет? Да, будет жирное, красивое растение, плодов там не будет. Кормите вы растение по листу, вне корневой? Да, вне корневая подкормка, по внешнему состоянию листа. Вот. И как только лист начинает изменяться в окраске, допустим, вот это нормально зеленого, вот как сейчас он, да, чуть-чуть малейшее, допустим, побледнело, значит, все, у меня идет подкормка. Примерно это получается от 7 до 10 дней. Чем обильнее и сильнее плодоношение, значит, чем чаще подкормки, но не чаще, чем растение. Чем кормите? Я давно уже перешел, до того момента, пока идет цветение, можно кормить чисто азотными удобрениями. То есть пока нет цвета, любая культура, особенно вот у нас в автомобилисте, у нас песчаные почвы, которые при избытке поливов, получается, выносятся, вымываются сразу азот и обывается калий. Плюс требует, естественно, постоянного рыхления. Поэтому до цветения я используюсь для упрощения. Это чисто азот, мочевина вне корневая, а вот уже как только пошел цвет, идет комплексное удобрение, которое я готовлю благодаря фирме Инвент, усадьбу, которая обеспечивает и посадочными материалами, вот это и черная агротекция, и капельная лента, допустим, все эти вот новые технологии. И удобрение у них можно приобрести все. На основе азофоски, вот за базу берем, допустим, килограмм азофоски, 250 грамм мочевины или селитры, 250 грамм сульфата калия, сульфата магния, и от 5 до 10 грамм, это микроэлементы, борная кислота, медный купорос, сульфат цинка, сульфат марганца. Все. В общем-то, вот такой состав я готовлю сам, готовлю в сухом виде, потом перевожу это в жидкое расстояние, потому что проще дозировать. И потом в лейку добавил 80 грамм этого комплексного, как это, концентрата, и уходит где-то на 6, вот на одну грядку, допустим, туда. Прямо по листу. Прямо по листу. Из лейки. Из лейки. Если есть признаки, или как, грибковых заболеваний, то добавляю еще небольшое количество йода. То есть столовая ложка на 10 соток, там 5-10 соток, допустим, йода, она позволяет убить все грибковые болезни и не нанести самое главное вреда человеку, потому что йод на солнце разрушается, но даже если какие-то остаточные количества, они нам никогда не повредят. Мы йодом эфицитный регион. Еще один человек, который поразил нас своим творческим подходом к делу, Игорь Маслянко. Он занимается выведением ремонтантных сортов малины и ежевики. И не только выведением этих сортов, но и разведением своих собственных. Игорь, я так понял, что вы предпочтение отдаете ремонтантным сортам малины? Ну, малина у меня только ремонтантная, потому что у нас, я вот до этого заказывал несколько сортов, там, одноразовые, ну, вот это летние малины, которые сначала веточки растет, потом, вот, у нас здесь, видите, у нас здесь суровые условия. Потому что сначала вот эта веточка должна вырасти, да, но эту веточку нужно сохранить. Бывает, что... Да, она должна зимать. Его нужно либо пригнуть, да, либо, короче, либо чтобы у нее хорошая зимостойкость была, да. Потом, получается, как? Вот ты сохранил, все, вроде перезимала, она начала вегетировать, начала, короче, расти, начала цвести, короче, да. И тут, получается, только она должна плодоносить, или, бывает, засыхает, или подсыхает. Но урожай получался, ну, максимум можно было собрать, короче, с грядки, допустим, у нас 8-метровой грядки, ритки вот так посередине, с 8-метрового ряда, ну, ведро от силы, короче, ну, может, полтора, да. А ремонтантная малина, она показывает, получается, где-то от 70, от 80, некоторые сорта до 130 литров, ключи, выдают. Получается, ну, почти, можно сказать, почти 10 раз больше. Весной, чтобы, допустим, малина успела, короче, осенью отдать урожай, мы накрыли ее, как только снег, короче, сошел, мы накрыли ее пленкой. Она раньше начала вегетировать, раньше зацвела, раньше заплодоносила. Потом, во-первых, когда под пленкой выращивают, мы и клубнику выращиваем под пленкой, когда она под пленкой выращивается, во-первых, короче, при 60 градусах температуры, допустим, вот того же клубничного клеща, у него происходит обезвоживание, он погибает. Допустим, те же самые грибковые заболевания, во-первых, дожди идут, допустим, намочила, да, весной, весной тоже бывает, дожди идут, намочила, а пленка, она спасает от дождей, да, пошел грибок, там еще что-то, допустим, она, во-первых, под пленкой, она под высокой температурой, она разгоняется в куст. Вот, смотрите, уже какая малинка, за неделю она, видите, как стартанула, это рубиновое ожерелье, малина. Когда она, у нас, получается, малина упирается в пленку, мы открываем, открываем грядку, и она уже через неделю начинает свисти, и у нас уже в начале июля мы получаем уже ягоду. Я хочу показать, как мы скрещиваем малину. Вот выбираем, короче, у растения самый большой бутон, который вот-вот завтра, послезавтра должен распуститься. И убираем у цветочка, у бутона, всю пыльцу. Пыльца обычно на бутоне находится с краю. Так, ну этот вообще бутон немножко недозрел, его надо будет два раза пыльцу на него наносить лучше. Пока бутон в недозревшем состоянии, он, пыльца у него еще не, как сказать, недееспособна. В данном случае мы используем сорт «Августовское чудо». Потом, в дальнейшем, в дальнейшем, короче, вот эти вот точки, вот сейчас вот мы пыльцу удалили, вот эта вот средняя часть, вот эти тычинки, да, а когда они, короче, будут уже побольше, потом их можно будет опылить. Но сейчас, сейчас мы пока берем еще другой цветок, вот с бриллиантовой, сорт «Бриллиантовая». Здесь, наоборот, убираем среднюю часть, убираем лепестки, чашелистики, лепестки и убираем среднюю часть. Вот эту вот среднюю часть мы убрали и сюда нанесли пыльцу. Ну, хотя сейчас, в данный момент пыльца может еще не прирасти, потому что тычинки, они еще не созрели. Вот таким вот образом получилась вот такая вот коронка. Вот таким вот образом наносим пыльцу. Потом берем вот такой вот листочек бумажки, любой, короче, заворачиваем его, делаем трубочку из него. Вот, сделали вот такую вот трубочку. Здесь вот конвертиком заворачиваем. Получилась вот такая вот трубочка. И накрываем, чтобы пыльца с других растений сюда не попала. Ну, с этого же самого растения. И все, потом, потом через где-то дня 3-4 мы повторно повторим, короче, этот конвертик снимаем и повторно, короче, наносим пыльцу. Чтобы вывести какой-то хороший сорт, вот, к примеру, делать скрещивание, там, допустим, где-то около 70 семечек, да, получается. Если не полное, там 60 семечек. 10 ягодок скрестил, ну, 600, допустим, вариантов. Вот, допустим, взяли целиком грядку, да, вот так вот, засадили просто все вот эти, и варианты, короче, смотришь, какой лучше, потом отобрал. Остальное все приходит выкидываться, потому что вот некоторые думают, что все, скрестил, все, другой сорт получился. Ничего подобного, потому что потом, после скрещивания, после скрещивания нужно будет делать жесткий отбор. Допустим, вот из тысячи можешь выбрать один, допустим, из стадом один можешь выбрать. Допустим, когда скрестили еще, опять же смотришь, короче, чтобы он не просто там был похож на материнский куст. Может, ты скрестил, а он похож полностью. Тогда результат тоже никакой. Чтобы один сорт вывести, допустим, это вот, допустим, чтобы первое плодоношение получить, а тут, получается, это через два года получается первое плодоношение. А чтобы, короче, еще его испытать, проверить, там, допустим, ну, можно, ну, если, допустим, по ежевике на морозостойкость, допустим, малина-то, она вся морозостойкость, в принципе, если ремонтантная. Вот этот вот саженец посажен в мае, он даже, видите, он же ремонтант, он даже, посмотрите, он, короче, уже вот ягодку показал зеленую, правда, он не успел. потому что высажена в мае если допустим вот этот саженец уже высадить да на следующий год он уже уже на него может получить ягоду это ежевика это кстати бесшипы ремонтантная у него ягода для 5 сантиметров праймарк фридом это это самый первый бесшипы ремонтантный сорт когда вот 8 три года назад за этим сортом короче вся россия гонялась ну короче все начиная с украины основная часть стартов короче все завезли ежевика очень колючие это бесшипы он причем что мало что бесшипы бесшипы сорта раньше появились а бесшипы ремонтант это самый первый сорт поэтому за ним гонялись а сейчас получился сейчас появился еще более лучший сорт black джем у нее тоже ягода до 5 сантиметров сама крупная среднем ягода круче три с половиной сантиметра четыре сантиметра вот так а вот самые крупные да они у него это и вкусовые качества очень хорошие плодоношение и ремонтантный бесшипа ежевики black джем вот такая вот у нее ягода 3-4 бывает до 5 сантиметров но крупную ягоду у нас дети все посрывали так как мы ждали с хотели снять плодоношение но дети быстро пробежались по грядкам всю крупную ягоду посрывали поэтому пока не поздно решили все-таки вот какие-то остатки все-таки с ней вот это вот уже молодые веточки цветут ягода очень урожайная смотреть вот это вот прошлогодние ветки смотрите как она усыпана ягодой все в ягоде до наступления нового года остаются считанные дни пусть этот следующий 2021 будет лучше предыдущего успехов вам не болейте встретимся в следующем году